Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный День Здоровья. Этой традиции уже 66 лет. Но каждый раз Всемирная Организация Здравоохранения определяет новую тему для этого дня. Главное условие отразить одну из приоритетных проблем мировой медицины. В этом году особое внимание уделить решили сахарному диабету. Почему, расскажет Дарья Самородова. В этом году врачи не случайно выбрали тему для Всемирного Дня Здоровья – сахарный диабет. Это одно из наиболее распространенных и растущих заболеваний в мире. Ежегодно количество больных увеличивается на 10 миллионов. Это примерно каждые три секунды в мире заболевает один человек. Актуален диабет и для Крайнего Севера. Только в Лабытнангах от сладкого недуга страдают 1200 человек. Врачи утверждают, этой болезни можно избежать, если следить за своим здоровьем. Это подтвердил и наш сегодняшний мини-опрос, который мы провели среди лабытнанцев. Я слежу очень тщательно за своим здоровьем, посещаю врачей. Не реже, чем через полгода, это точно. Ребенка своего каждый месяц вожу к врачам. Здоровый образ жизни веду лишнего. Не выпиваю в меру. Ну, зарядкой занимаемся, гуляю, вот хожу я. Ну, что еще могу сказать? Пищу употребляю такую, которая не вредит здоровью. Допустим, сильно много жирного нельзя, соленого нельзя, чтобы давление было, потому что бывает, шалит. Я хорошо слежу за своим здоровьем. Я занимаюсь спортом и ем овощи и фрукты. Постоянно слежу за своим здоровьем. Делаю физкультуру, хожу на физкультуру, занимаюсь. Занимаюсь, очень много хожу, ходьба. Вот, ходьба лечит и сердце, и весь-весь организм. Вот. Хочу пожелать всем здоровья, чтобы следили за собой, веселые, общительные были, потому что смех тоже укрепляет здоровье и предлевает жизнь. Впрочем, и по словам специалистов, значительную долю заболеваний можно предотвратить. Для этого достаточно изменить образ жизни, делать физические упражнения, поддерживать нормальный вес и, самое главное, разработать индивидуальный рацион питания. Характер питания в этом плане весьма способствует развитию сахарного диабета. Это буквально в прошлом году доказали прямое токсическое влияние на клетки, которые вырабатывают инсулин, и на глюкозу сахара. То есть, раньше это предполагали, сейчас эта ситуация доказана. То есть, употребление всего сладкого, что содержит углеводы, быстрые углеводы, способствует развитию диабета. То есть, он просто как яд для тех клеток, которые вырабатывают инсулин. Люди должны понимать, как выбирать продукты в супермаркете. Обычно мы не можем оценить количество калорий в продукте. Кто знает, что в маленькой бутылке сладкой газировки 8 растворенных кусков сахара. Это колоссальная нагрузка на организм человека с диагнозом сахарный диабет. Профилактика, спасение. Эндокринологи учат пациентов с диабетом второго типа считать калории, а первого типа углеводы. Болезнь с каждым годом молодеет. Если вовремя не начать лечение, развиваются диабетические поражения органов. Наблюдаем прирост заболеваний, то есть именно снижение возраста диабета, который считался раньше с диабетом уже старшего возраста, диабет второго типа. Сейчас очень часто наблюдаем пациентов в молодом возрасте 30 лет и даже раньше. Есть пациент у нас молодой, 21 год, ему страдает сахарным диабетом второго типа. Еще 10 лет назад это считалось бы просто невозможно. Свежий воздух и солнце, движения и улыбки тоже вызывают позитивный эффект. А сегодняшний день – это еще одно напоминание о том, что растратить здоровье можно очень быстро. А вот чтобы сберечь его, нужен обязательно здоровый образ жизни. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное».